Привет, меня зовут Олег Шаронов, и сегодня я расскажу вам о работе с ColorChecker'ом Chroma DuMonde фирмы DSC Labs на основе материала, снятого на камеру Blackmagic в программе 3D Load Creator и DaVinci Resolve. Итак, вот у меня есть материал, снятый на камеру Blackmagic в кодеке PRS в профиле BMD Film с неправильным балансом белого. Что для меня странно, это то, что DaVinci не позволяет изменять никакие параметры для материалов PRS, хотя это снято на их же камеру. В DaVinci единственная возможность поменять температуру в этом случае, это если у вас есть кадр с ColorChecker'ом. В 3D Load Creator'е вы можете это делать даже если у вас нет кадра с ColorChecker'ом, но об этом в другом видео. Итак, у нас есть кадр с ColorChecker'ом. Это ColorChecker фирмы DSC Labs, как видите он глянцевый, то есть в нем отражается все, что у вас со спиной, поэтому его намного сложнее снять, чем матовые чекеры, но зато вы будете уверены, что сняли его правильно. Для того, чтобы снять этот чекер, я брал черный отражатель диаметром метр и пытался поймать его отражение в чекере. Не уверен, что у меня это вышло, но где-то здесь есть кадр, где отражение не видно. Возьмем его. Еще одна интересная особенность этих чекеров, это вот эта черная точка. Это на самом деле отверстие и с обратной стороны чекера находится черная бархатная коробочка треугольной формы, которая не пропускает свет. И с помощью этого отверстия вы можете получить наиболее глубокий черный цвет, потому что эта черная плашка в отличие от вот этих не бликует. Итак, чтобы исправить здесь цвета, я буду использовать 3D Load Creator. Для этого мне нужно сохранить кадр из видео. Это делается командой view-steels-grab-steel. И нажимаю на него правой кнопкой, выбираю экспорт и сохраняю в TIFF файл. Теперь я загружаю 3D Load Creator, загружаю туда это изображение. И первое, что мне нужно сделать, это выставить входной логарифмический профиль. В данном случае это BMD Film. Далее я приближаю чекер и включаю инструмент ColorChecker. Здесь в выпадающем списке я выбираю этот чекер, DC Labs Chromat Monde. У меня получается такой набор точек. Мне необходимо эти точки разместить в центре плашек ColorChecker. Музыка В этом случае я добавляю в логарифмический профиль. И я добавляю его с помощью канцерного цвета. И я добавлю на колокольчиков. И я добавляю в логарифмический профиль. Итак, после того, как я разместил чекер и выбрал входной логарифмический профиль, я могу нажать кнопку Match, и вот у меня построилась цветовая матрица, приводящая цвета из профиля BMD Film в профиль REC709 или sRGB. Кроме этого, автоматически выставилась коррекция баланса белого и коррекция экспозиции. Здесь в верхней панели Color Checker мы можем видеть среднее отклонение цвета полученного от цвета референсного ΔЕ76 или можно переключить на ΔЕ94, отклонение наиболее не соответствующего цвета и отклонение выбранной плашки. Выбирать плашки я могу щелчком по ним. Здесь же для выбранной плашки мы можем видеть полученный цвет и цвет референсы. Правее у нас отображается отклонение экспозиции, то есть на сколько стопов у нас неравномерное освещение чекера и коррекция экспозиции. Если я сделаю двойной щелчок по экспозиции, то у нас произойдет коррекция экспозиции. Также можно проверить, насколько полученный контраст соответствует референсному. Несоответствие контраста может появляться, если у вас блигой чекер или если контровой свет у вас попадает в объектив и дает засветки. В обоих случаях лучше не использовать это изображение и переснять. Итак, первое приближение у нас получено. Теперь давайте включим функцию View ColorChecker Points. На распределении AB черными крестиками у нас отображаются цвета референса, а белыми линиями отображается несоответствие полученных цветов референсов. Эти длинные линии это несоответствие почти что белых цветов, это особенность модели HSPE, поэтому я переключусь на модель HSP. Итак, мы увидим приблизительную картину несоответствий, в основном у нас получилась завышенная насыщенность, то я перейду во вкладку цветовой матрицы и нажму здесь кнопку Sat- , то есть понижу насыщенность. Вы можете видеть, что средняя дельта EO уменьшилась. Дальше насыщенность понижать нет смысла, вернем обратно и переходим во вкладку AB. Теперь я могу использовать сетку AB для того, чтобы исправить индивидуальные цвета. Делать это удобнее всего в круговой сетке. Для того, чтобы сетка была круглой, вам нужно в размере сетки выбрать размер с буквой C в конце. Если я буду двигать узлы сетки, я могу видеть изменение этих линий несоответствия в реальном времени. Я буду трансформировать сетку так, чтобы свести к минимуму эти несоответствия. Как видите, здесь у нас несколько точек с разнонаправленными линиями. Я бы не рекомендовал пытаться исправить их индивидуально, так как это приведет к мелким искажениям цветового пространства. Продолжим исправлять синие цвета. Если я сдвигаю точку от центра круга, то я увеличиваю насыщенность цвета. Если я сдвигаю точку к центру круга, то я уменьшаю насыщенность. Сдвигая же точку по кругу, я могу изменять цветовой оттенок. В таких случаях лучше изменять последнюю точку, чтобы изменять оттенок для всех вариантов насыщенности и не создавать здесь излома. То есть лучше сделать вот так, а уже потом добавить насыщенность. Двигаем эти точки. Итак, у нас получилось очень неплохое соответствие средняя дельта Е 3,6. Давайте посмотрим на изображение целиком и видим, что изображение у нас получилось пересвечено. После того, как мы закончили работу с Color Checker и получили правильные цвета, теперь мы можем перейти к работе над самим изображением. Тут важно придерживаться правильного порядка действий. Сначала я добиваюсь правильных цветов на чекере, а потом я уже делаю нужную мне экспозицию и контраст. Когда я буду изменять экспозицию и контраст, отклонение чекера от идеала будет увеличиваться. Но главное, что мы знаем, что в исходном изображении у нас цвета правильные. Для смягчения пересветов я использую ползунок White. И можно добавить контраст. Регулятор Pivot определяет точку, относительно которой повышается контраст. Все, что лежит выше этой точки, становится светлее. Все, что лежит ниже, становится темнее. Поэтому, если я сдвигаю вниз, у нас большая часть изображения светлеет и небольшая темнеет. Можно оставить где-то так. Вот у нас исходный Lock вариант. Вот обработанный. Давайте посмотрим, как инструменты влияют на цвет. Вот так выглядит изображение без световой матрицы. Вот так с ней. И вот так выглядит без индивидуальных коррекций. И вот так с ними. Видите, без индивидуальных коррекций небо получилось немного маджентовое. А с ними оно уже натурального цвета. Теперь сохраним все это в Loot. Я нажимаю кнопку Save 3D Loot. Выбираю формат Cube. И теперь мне нужно выбрать папку, в которой DaVinci хранит свои луты. Для этого я открою настройки в DaVinci. И во вкладке Color Management здесь кнопка Open Loot Folder. Папка открылась, я скопирую ее путь. И сохраню мой лут. Теперь я возвращаюсь в DaVinci. Нажимаю кнопку Обновить списки лутов. Теперь я могу применить лут к видео, нажимаю правой кнопкой на ноду, 3D Loot, Loot, BMD Film, Chroma de Mondo. Вот такое у нас получилось видео. Вот было да, вот после. Надеюсь видео было полезно. Всем спасибо вам за внимание и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok